Короче, я буду решать, где нам жить, потому что, мне кажется, я лучше выберу место. Да я не согласна! Да подожди. Нам надо переехать, поменять среду окружения. Так а че ты будешь это выбирать? А че не я? Все, пойдем. Мне это пахнет чем-то жареным. Не-не, давай нормально все будет. Че ты сомневаешься? А че ты мне руку даете? Так это ж не соревнование, Кисть, так будет лучше для нас. Я хочу, чтобы он был лидером в наших отношениях, потому что мне от этого станет намного легче. Я очень рад, что она согласилась, и она теперь увидит, насколько будет лучше. Потому что я все для этого сделаю и отвечу за свой базар. Нет, подожди, подожди. Я это даже не обсуждаю. Все. Дай одеяло, я хочу тебе объяснить. Я слушаю. Ты сейчас не слушаешь меня. Сегодня ты приносишь деньги, и давай будем шиковать. Но неизвестно, что будет завтра. Я считаю, что он тратит ровно половину того, что он мне дает. То есть заработал он половину себе, половину в дом. Почему я должен сейчас потрачить, убивать свое здоровье? Замясть того, чтобы я молодой, отложить этих денег, чтобы куда-то съездить, что-то повидать, что-то купить. Пошли. Пошли. Хорошо, я иду. Но я не согласна с этим. Алиса, ну не плачь. Была ситуация, мы приехали, мы потратили все деньги. Потом я говорю, Антон, у нас закончились деньги. Давай, дайди где-то. Потому что я знаю, что у него есть где взять и все остальное. Ой, сегодня решу, ой, завтра решу. В итоге, как обычно, достала их я. Я знаю, что у меня всегда есть мама, которая будет меня обеспечивать. Извини меня, блядь, три раза в неделю жрать суши, пиццы. Не каждый себе позволяет. И ты сейчас будешь мне дальше гривой вот так махать? Ты можешь так со мной не общаться, пожалуйста. Извини меня, блядь, когда люди выживают, блядь, на 500 гривен на неделю. Я занимаюсь ценированием автомобилей. Мне 27 лет, блядь, и я себя чувствую на двух умеренных ногах. Я занимаюсь любимым делом, и я мастер в своей работе. И меня ценят люди. Ну, типа, то, что он зарабатывает 30-40 тысяч в месяц, я считаю, это копейки. Ну, типа, этого мало. Ну, я не хочу. Ну, я не хочу. Иди работай. Ну, у меня есть возможность. Чтобы мне было легче. Чтобы мне приходят деньги. Чтобы мне было легче в таком плане, чтобы я не горбатился, чтобы я, блядь, не ночевал там на той работе. Я не готова сидеть на кассе где-то. Мама говорит, я тебе буду платить эти 10 тысяч, только сиди дома. Потому что я не просто так. У меня сроки жмут. Все идет. И просто, что ты не можешь? Ты же не вникаешь, как я эти деньги зарабатываю, как они мне достаются. Так что ты жалуешься? *** Она сидит дома у мамы на шее и у Антона на шее. Не понравилось мне этим Алиссам. И когда я еще услышала, что Антон так тяжело работает, а у него даже по рукам видно, что он тяжело работает, мне стало его жалко. Почему не пошла Борисса работать, ты не знаешь? Я знаю. Я же хотела Борисса пойти. Ну, там было место, на которое я реально хотела. Из-за тебя. Нет, не из-за меня. Не из-за меня ты не пошла Борисса работать. Из-за мужиков, которые там, а не из-за меня. Мы можем купить кофеварочку и ты будешь лично моим Бориссой. Когда она попадает в этот мужской коллектив, если ей нравится больше, чем с девушками сидеть, маникюр делать. Потому что она легендой станет в этом. А ты ее тормозишь из-за какой-то своей шизы, что там на нее кто-то будет смотреть. Ну, одень ей паранжу, закинь ее в шкаф, пусть висит там на тремпеле. Иди сюда. Послушай хотя бы раз, я тебе свое мнение хотя бы скажу. Давай. Тебе не важно, что я не стала счастливой? Ты счастливая, пока счастлив я. Это собственничество. Он собственник, поэтому он так хочет. Далеко зашло, ну слишком. Я осознаю, что я делаю все время так, как он скажет. А почему я так делаю? Что у меня нет своего мнения, что ли? Георг, пожалуйста, подумай. Я хочу где-то работать, значит я этого хочу. Это мое желание. Хочешь и ты это обсудишь со мной, но решу это я. Георгия. 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 Георгия.